У меня пока есть время. Когда появится желание, тогда и закончу свою работу. Сейчас у меня нет времени, но как только оно появится, я запишусь в спортзал и буду работать день и ночь, дабы привести себя в форму. Как только докурю эту пачку сигарет, все. Бросаю курить. Вот как только закончу университет, начну работать над собой, читать книги, ходить на курсы, семинары и так далее и тому подобное. Вам всем, наверное, знакомы эти мысли. Кого мы обманываем? Самих себя? А как мы оправдываемся? Когда буду чувствовать себя готовым, сделаю. Ой, у меня быстро пропадает интерес. Никак не могу найти мотивацию, поэтому не получается заниматься делом. Знаете, что это? Это все пустые отмазки. Это ничего, кроме лени. Мы придумываем и верим в различные уловки, дабы не чувствовать себя виноватым, когда не делаем то, что должны делать. Для неудачи существует тысячи оправданий, но истинной причины нет почти никогда. Мы все придумываем в своей голове, что когда-нибудь мы обязательно чего-нибудь достигнем и даже не знаем, когда все-таки это произойдет. Так и продолжается наша жизнь. Проходят дни, недели. И вдруг мы осознаем, что прошел месяц, год, даже два года, но мы еще ничего не успели. Сегодня речь пойдет о книге Брайана Трейси «Нет оправданий. Сила самодисциплина». Иметь мотивацию и желание, а также подходящие обстоятельства было бы замечательно. Как было бы хорошо, если ничего не мешало нам заниматься нашим делом. Но, к сожалению, на дорогах никогда не горит постоянный зеленый свет, чтобы мы двигались без остановки. В жизни никакое достижение не приобретается удобным путем, полным удовольствием. Если вы обратите внимание, то увидите, что вещи, которые принесут нам пользу, довольно скучны и неинтересны. Но, в общем, если постоянно переносить какое-нибудь скучное дело, надеясь, что когда-нибудь к нам придет чудесное желание сделать это, то мы никогда не достигнем поставленных целей. Это, в первую очередь, самообман. К тому же эти дела будут постоянно в нашей голове и со временем создадут только стресс. Поэтому, если мы будем этим заниматься спустя определенное количество времени, тело будет казаться нам в десять раз тяжелее и приносить еще большее нежелание его делать. Поэтому, если на вас висит дело, оно должно быть сделано либо сейчас, либо никогда. Следует разно навсегда это принять. Для достижения целей мы должны потрудиться. Должны потратить энергию, чтобы эта энергия вернулась к нам в качестве достижений. Запомните очень важную фразу из книги. Двумя самыми главными врагами успеха, счастья и самореализации являются следование по пути наименьшего сопротивления и стремления к удобству. Качество, которое заставляет нас заниматься каким-либо делом без мотивации, называется самодисциплиной. Самодисциплина, как мышца, постоянно нуждается в тренировке. Тренируясь, мышца растет и крепнет, и благодаря этому мы можем еще больше заниматься тем, что нам неинтересно, но зато приносит нам пользу. Не ленитесь. Будьте трудолюбивы и совершенствуйте вашу самодисциплину, беря пример с успешных людей, которые потратили часть своей жизни для достижения успеха. Вы когда-нибудь слышали что-то вроде «Ой, так неохота смотреть фильм! Вот бы сейчас заняться каким-нибудь уроком!» Или, отдыхая в кафе с друзьями, услышать фразу «Вот бы сейчас оказаться на работе и переписать километровый отчет шефа в Excel!» Или, может, вы думаете, что я, сидя каждую неделю, пишу сценарий для видео и получаю колоссальное удовольствие, пока другие тратят время на более приятные вещи? Конечно же, нет. Поэтому не оправдывайте себя различного рода отмазками вроде «У меня быстро пропадает желание», «У меня нет мотивации». Если у вас нет желания заниматься полезным делом, то это ваше и только ваша вина. Значит, у вас не развита самодисциплина. Возникает резонный вопрос. Так как же ее развить? Брайан Трейси в своей книге пишет следующее. «Для того, чтобы развивать самодисциплину, необходимо поставить перед собой мелкие цели и идти к ним, несмотря на трудности. И лучше начать с маленьких шагов. Например, вместо того, чтобы ставить по утрам будильник через каждые 2 минуты 5 раз, лучше поставить будильник на какое-то конкретное время и пообещать себе, что я встану ровно с будильником, не нежусь в постели. Это сложно? Да, но что страшного случится с вами, если вы встанете в это время? Вы потеряете какое-то маленькое удовольствие. Но вы получите куда более важное – власть над своими действиями. Спустя 2-3 недели мы уже можем переходить к более сложным вещам. Например, перестать есть сладкую или вредную пищу, принимать холодный душ, можем даже заставить себя бросить курить. Чем больше мы развиваем собственную самодисциплину, тем меньше мы зависим от желания либо мотивации что-либо делать. Таким образом мы будем относиться к делам разумом, нежели чувствами, что позволит нам начать дело и вовремя его закончить. Второй плюс самодисциплины заключается в том, что таким образом вы завоюете репутацию трудолюбивого и точного человека в глазах других людей. Ведь, как известно, люди всегда радуются, когда им указывают их положительные черты, а если эти качества еще и вызывают уважение, то человек во что бы то ни стало постарается сохранить свою репутацию. Возьмите, к примеру, самих себя. Представьте, что большинство людей знают вас как человека, который умеет хранить секреты и говорит вам, «Ты молодец!» Что бы ни случилось, ты не выдаешь секреты других людей. Что происходит тогда? Вы, дабы сохранить ту же репутацию в глазах этого человека, будете ответственно относиться к его тайнам и постараетесь и впредь никому ничего не выдавать. Как только коллеги будут знать вас как усердного, точного, и всегда делающего то, что обещал человека, вы не просто будете иметь больше шансов расти в компании, но и ваше занятие станет казаться вам менее скучным и прибавит вам скорость в исполнении дел. Также для того, чтобы улучшить вашу самодисциплину и вашу жизнь, начните копить деньги. Знаю, многие из вас сейчас скажут, что у меня слишком маленький доход, и что же можно из этого собрать? Для того, чтобы копить деньги, неважно размер вашего дохода, сначала вы можете откладывать 1%, а потом увеличить это до 10% вашего дохода. Например, представим, что у вас заработок – это 500 долларов, и вы с трудом содержите семью. А потом вас вызывает к себе шеф и говорит, сейчас очень тяжелое положение, и нужно урезать тебе зарплату на 10%. Теперь вы будете зарабатывать 450. Как думаете, вы почувствуете существенную разницу из-за 50 долларов? Мы ведь все знаем, как сейчас сложно найти работу. Значит, вы постараетесь сделать так, чтобы ваша семья прожила на эти 450 долларов, то есть прожила на сумму в 10% меньше, как минимум до тех пор, пока найдете новую работу. Так представьте, что вам срезали зарплату на 10% и откладываете эти деньги. Сейчас многие из вас будут думать о том, что такое 50 долларов в месяц и чего. Если я буду столько откладывать, что в итоге, тогда я задам вам примитивный вопрос. Что больше – 0 или 50? Если вы в течение 5 лет будете зарабатывать 50 долларов, это еще учитывая, что ваш доход не прибавится, что-либо не изменится, что крайне маловероятно, то у вас будет 3000 долларов в сближении. А это уже что-то. Они будут мотивировать вас. Их можно будет вложить куда-либо, объединившись с кем-либо создать общий бизнес. Тем более это не будет казаться вам слишком большим риском, ведь у вас та же самая работа, те же самые 450 долларов, к которым вы привыкли. А 3000 долларов – это ваши дополнительные средства. Ваши деньги. Не в долг, не в кредит. Ваши. Не страшно, даже если вы их потеряете. Но эти деньги могут позволить вам прожить жизнь качественней. Или если у вас есть дети, то деньги принесут пользу им. Так давайте развивать нашу самодисциплину и быть полезным человеком. Ведь все, что мы делаем благодаря самодисциплине, может в будущем войти в привычку и облегчить нашу жизнь. Не стоит забывать, что мы – это результат нашего выбора. Вы сейчас такой, из-за выбора в прошлом. Так давайте сейчас делать правильный выбор, чтобы стать лучше в будущем. Продолжение следует...